Это самое дорогое и худшее, что я когда-либо видел. Всем привет, с вами Снег и это не очередной выпуск, прежде чем купить. А у нас на обзоре SteelSeries Arctis Pro Wireless и SYNHEYSER GSP670. Погнали! В данный момент у меня Astro A50, но они мне перестали нравиться и я задался вопросом, что у нас сейчас есть на рынке. SteelSeries, их почти все хвалят. Каждый обзор, который я смотрю, положительные отзывы. Да, у них есть съемный аккумулятор, который мы можем снять во время игры, когда он будет садиться, заменить и продолжать играть дальше. И казалось бы, почему нет? Хорошие наушники, помимо этого дурацкого оголовья, сидят они неплохо и смотрятся хорошо. Микрофон у всех беспроводных наушников, микрофон отстой. Если ты хочешь хорошее звучание, покупай отдельный микрофон. Но еще хорошие отзывы о фирме SYNHEYSER GSP670. Они более громоздкие. У них микрофон не выезжает, но зато если ты его хочешь замутить, ты просто поднимаешь наверх и микрофон мутится. В SteelSeries надо нажимать дурацкую кнопочку, которую ты постоянно задеваешь. Что идет в комплектации? У SteelSeries, конечно, комплектация побогаче. У них и док-станция, куда сами наушники подключаются. Сбоку у нас есть слот для зарядки аккумулятора. В комплекте идет их два. Один заряжается, второй у тебя в ушки. Когда один сажается, меняешь аккумулятор и продолжаешь пользоваться дальше. Скажу сразу, фишка офигенная, потому что у тебя не будет больше проводов. У тебя один аккумулятор садится, ты берешь другой. Тот садится, опять же меняешь. Это круто. В комплекте идет мини-USB. На дворе 2021. Какое мини-USB? Я понимаю, эти наушники вышли в 19-м. Но даже в 19-м мини-USB. Да хотя бы поставьте микро-USB. Я бы слова не сказал. Отдельное питание для коробочки. Чтобы если ты вдруг выключил компьютер, то у тебя аккумулятор продолжал заряжаться. Line-in, line-out, оптический выход, оптический вход. Кстати, когда я видел ее в обзорах, мне казалось, что она более массивная. Выглядит и напоминает она Apple TV. Синхезеры. В комплекте идет, уточню, микро-USB провод. Удлинитель для микро-USB провода. И маленький донгл, который мы вставляем в компьютер. И все. И у нас соединяется. Никаких коробочек, проводов. Мы просто вставляем донгл и пользуемся нашими наушниками. Кто мне не нравится в оголовье у стилах, так это сраный этот ремешок. Я сейчас поясню. Мы одели наушники. Мы посидели. Мы поиграли. Мы сняли наушники. Где у нас оголовье? Где тут? И вот этот вид постоянно. Они постоянно. Каждый раз, когда ты снимаешь наушники, регулировка по высоте, плюс еще по жесткости. Мы отдельно можем оголовье делать более жестким и расслаблять его. Обе пары собраны четко. Ни в одних наушниках ничего не скрипит. Так же и во вторых. Здесь амбишуры матерчатые. Фирменный материал стил сериас. Единственный минус это шумка. В них, в принципе, ты очень хорошо слышишь все, что происходит у тебя в квартире, дома или где бы ты их не использовал. Поэтому я отдельно купил вот такие вот амбишуры, по бокам сделаны с кожей. Тут идет приятный мягкий материал. С этими амбишурами ты слышишь хуже, что происходит вокруг тебя. И они как бы больше предназначены для баса. А вот и главная проблема стил сериас. Стил сериас, которые, мать его, считаются самыми дорогими наушниками беспроводными, басов не имеет вообще. Это, кстати, вторые стил сериас у меня. Я одни уже когда-то давно сдал обратно в магазин и забыл, почему я это сделал. И как только одел, я вспомнил. Позиционирование звука у них отличное. Ты слышишь лево, право, низ, вверх. Ты понимаешь, что противник сейчас выйдет из-за угла. Ты слышишь каждый его шаг. Ты слышишь каждый его шаг. Но ты его слышишь сухим. У тебя нету сочности в звуке, потому что баса как такового нет. Вроде на подсознательном уровне понимаешь, что он как бы есть. Но ты его не ощущаешь. Я игрался в эквалайзере. Я настраивал этот сраный эквалайзер. В конце концов, эти наушники начинают хрипеть. Наушники, которые стоят таких денег, и они выбиваются из-за того, что ты настраиваешь эквалайзер. Что одни, что вторые наушники подключаются к мобильному телефону по Bluetooth. Первым делом я подключил к телефону, что одну, что другую пару. А потом уже подсоединил к компьютеру. Подключив эти наушники к телефону, я понял, что мне как-то вообще ничего не устраивает. Подключив эти наушники к телефону, я сразу понял, вот это звук. Офигенный звук. Я слышу у них бас. И он четкий. Он такой пончевый. Он именно не бас, как бас. Я терпеть не могу в машинах, аудиосистеме, у которых все трясется. Мне нравится красивый и качественный бас. И эти наушники его дают. Он не чересчур большой, но он приятный. И ты его ощущаешь. Позиционирование звука на высшем уровне. Я говорю, что у стилов позиционирование звука хорошее. Настолько же хорошее и в синхейзерах. Только тут есть бас. По аккумуляторам, как я уже говорил, тут в комплекте два аккумулятора. Каждый из них держит примерно 10 часов. У тебя автономность увеличивается, потому что ты меняешь постоянно аккумулятор. Тебе не надо заряжать эти наушники. Тут они получают от меня плюс. Заряжаются микро-USB проводом. Также есть удлинитель, из-за которого ты можешь в принципе продолжать играть. И тебе не будет мешать этот провод. Тут есть быстрая зарядка. Я не понимаю, почему в обзорах особо об этом не говорят. И сами синхейзеры это не позиционируют как фишку. 7 минут заряда дает 2 часа работы. Это круто. Это надо говорить первым делом. У нас есть Fast Charge. Амбишуры тут кожаные. И внутри обделка велюровая. Шумка тут отличная. Даже сейчас их одев, я стал слышать себя на 70% хуже. Если будет играть музыка, все, я в своем мире, я в игре. Конечно, если у вас дети, которые вас дрогают все время. Жена, которая орет, что суп готов. Вы их просто слышать не будете. Или тогда вы можете настроить так, что когда у вас этот микрофон работает, вы немножечко слышите звук. Тогда получится так, что вас, когда кто-то будет звать, вы хотя бы через микрофон это услышите. Что одна, что другая пара наушников предназначены как для компа, так и для PlayStation 4. Эти наушники SteelSeries я подключил. Они попросили обновления. И в этой коробочке появился режим PlayStation 5. Если у меня компьютер в одной комнате, а PlayStation в другой, а я хочу этими наушниками пользоваться, получается мне все время надо таскать эту большую коробку. Подключать ее. К PlayStation 4 она подключается оптикой. Если у вас та же самая прошка, то вы подключаете ее оптикой, плюс ей даете отдельное питание. Если у вас PlayStation 5, то вы подключаете ее просто мини-USB-шкой. Но все равно мне приходится таскать эту коробку. В Syntheser я беру маленький донгл, вставляю ее в PlayStation, будь то третья, будь то четвертая, будь то пятая, и просто играю. Я продолжаю играть дальше. Вставил в компьютер, играю на компьютере. Надо подключить к телефону. Пожалуйста, это делается без проблем. Так как у нас наушники беспроводные, всех интересует расстояние. И это для меня тоже главное. Я уже много лет пользуюсь только беспроводными наушниками. Я привык уже. Я могу в любой момент встать с компьютера. И если я куплю себе проводные наушники, то это будет один момент, что я просто встану вместе с проводом. То эти наушники, что эти наушники, в принципе, показали себя очень хорошо. Я встаю от компьютера, иду в другую комнату. У меня звук как и здесь, так и здесь. Вроде как в Syntheser с расстояния побольше. Потому что в одном моменте мне показалось, что тут начал пропадать сигнал. Но это уже в принципе я далеко ушел. Кто-то говорил, что они 2-3 метра и начинает пропадать сигнал. У меня такого не было. Много кто говорит, что с этими наушниками ты на улице будешь выглядеть странно. Ты с этими наушниками будешь выглядеть странно. Я не понимаю людей, кто вот такие наушники одевает и гуляет по улице. Для улицы у меня айрподы. Я их одел, они и не броско выглядят. И они очень легко подключаются к телефону. Поэтому я бы такие наушники не стал ни одни и ни вторые брать на улицу. И один самый большой минус SteelSeries. Я не знаю, или все обзоры проплачены от SteelSeries. Процентов 80. Очень довольны этими наушниками. Но есть 20%, которые говорят правду. Слушаешь музыку? Все хорошо. Играешь игры? Все хорошо. Кому-то этот бас может быть и не особо нужен. Но есть одно большое но. Стоит тебе поставить музыку на паузу? Или выключить игру? Ты слышишь белый шум? Постоянный. Вот такой вот. А бывает у меня музыка заканчивается. А я делаю видео и в своих мыслях и это шипение начинает давить на нервы. Я думал, что у меня может быть со слухом что-то не так. Я своей жене и ходил. Она говорит, она его тоже слышит моментально. Причем он ее тоже раздражает. И если брать честные обзоры, то все люди об этом говорят. Что они шипят. У них есть шум. Может быть это партии попадаются бракованные. Но я сомневаюсь, что это так. Просто я думаю, что люди не обращают на это внимания. Или они одевают наушники и слушают музыку, или они их снимают. Почитать даже отзывы покупателей. Много кто пишет насчет шума. Несколько обзоров я нашел, которые сказали, что тут есть шум. И я убедился, что он есть. И он раздражает. Если эти наушники забыть выключить, то они будут все время работать. Сенхейзеры в принципе не выключаются. У них нету кнопки включения. У них есть рычажок громкости. Если его повернуть в самую минимальную позицию, то они отключатся. Но после того, как ты поиграл, или послушал, или посмотрел что-то, ты их просто снимаешь, ложишь, и они сами выключаются. Как только на них начинает поступать звук, они автоматически включаются. Сенхейзеры от одного заряда держат примерно 20 часов. Плюс, как я уже упоминал, быстрая зарядка, это большой плюс. Сенхейзеры однозначно вин, потому что они по всем позициям лучше, чем стил сериас. Да, может быть, расстояние не столь длинное. Но ты что, хочешь надеть наушники и пойти выбрасывать мусор, и слышать, что твои тиммейты будут говорить? Нет. Если у вас большой дом, ладно, окей, я понимаю, тогда тебе надо куда-то далеко ходить. В пределах квартиры сигнал нормальный. Стил сериас. Компания, которая делает что? Клавиатуры, мышки, наушники. Оно делает все подряд. Сенхейзер. Компания, которая делает звук. Она делает колонки, она делает наушники, и она делает микрофоны. И она не суется в периферию. Она именно делает звук. И получаем мы что? Мы получаем качественный звук, покупая Сенхейзер. Это никакая не реклама Сенхейзеров. Обе пары наушников я покупал за свои кровные. Я имею право говорить, что я думаю. Я думаю, то что Сенхейзере намного лучше. Зачем нам платить большую сумму, дисплейчик, который нам будет показывать, какой раунд. Это нам не надо, но мы за это платим. Фишка с батареей однозначно хорошая. И если бы в Сенхейзерах была такая же самая фишка, я бы был только рад. Но они сами по себе быстро заряжаются, держат долго. Не могу придраться. Поэтому в этой гонке однозначно выигрывают Сенхейзер. И даже бонусом скажу. Звук здесь лучше, чем в Astro A50. Поэтому этот Versus подошел к концу. А я надеюсь, ты подписан уже на канал. А нет, так подпишись, поставь лайк и напиши комментарий, какие наушники используешь ты. С вами был Снег. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok